Давайте сделаем совершенно простую схему, но однако в этом всем деле есть один небольшой нюанс, это положение портретной тарелки, а тут необходимо за ней наблюдать. Давайте сейчас я покажу некоторые моменты, нюансы, как с этим со всем делом работать, и мы посмотрим, что тут к чему. В этой схеме, как вы можете заметить, нет ничего сложного. Контровики мы уже там ставить умеем, и рисующие, то есть у нас тут просто портретная тарелка. Но если вы посмотрите, то портретная тарелка в данном случае освещает не только лицо модели, но еще и часть тела, корпус. Соответственно, нам необходимо выставлять это все дело таким образом, чтобы позволить источнику осветить еще и корпус. вот, я сейчас меняю фон на черный, в данном случае использовался, по-моему, черный фон, хотя в принципе по барабану, что использовать можем и серый, вот, мне больше нравится сейчас черный. Подключаю его, выставляю высоту, делаю повыше, чтобы он работал. Тоня, подойдите, пожалуйста, сюда. Встань, пожалуйста, вот тут. Вот, я смотрю за тем, как у нас работает источник. Так, чуть-чуть повернись сюда. Так, это у нас достаточно сильно, чуть-чуть нужно вот сюда вот сдвинуть, чтобы у нас был сам контровик больше контровым, чем. Отдвините, пожалуйста, вперед вот сюда. Ага, да, окей, все, останемся. Здесь, хорошо, вот так, вот так вот я выставляю, посмотрю на меня ровно. Ага, все, хорошо. Если вы посмотрите, то здесь контровик, вот он, он идет не только по руке, еще идет и по подбородку. Вот, соответственно, это дает уже хорошее освещение и объем. Но, тут есть один нюанс, кстати, по работе с контровым освещением надо смотреть, либо он будет светить чуть снизу, либо светить сверху. То есть, в зависимости от позы модели, было бы неплохо подобрать необходимое его положение. Так, и здесь мы с вами будем использовать портретную тарелку. Так, но сначала мне надо... Смотрите, вот так вот, 3-4-4. Ага, да, окей, сейчас я посмотрю, что у нас получается. Так, стол, 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 стол. Сучит нас больше сюда, вот в эту сторону. Так, давайте посмотрим, как у нас работает. Ну вот, смотри, еще раз посмотрю, вот сюда прямо. Ага, да, окей. Вот, обратите внимание, в данный момент мы видим контур. Вот. Однако, мне, честно говоря, не очень нравится тень, но пока что я не берусь решать, что с ней делать, поскольку я не понимаю общей картины. Это тот самый случай, когда, в принципе, вроде бы все просто и все нужно можно делать по науке, но, однако, тут есть такая вещь, как человеческий фактор. То есть, на кого-то ложится свет, да, на кого-то нет. Поэтому тут нужно чуть-чуть поискать более идеальной тени, потому как вот здесь, вот, около носогубных складок создается достаточно, ну, активная носогубная, активная тень. Поэтому я сейчас буду дополнять свет уже рисующим освещением и после этого смотреть, куда что передвигать. вот так вот я поставлю, поставлю на среднюю мощность и посмотрим, что у нас получится. Так, вот у нас осветилось, однако, что мне не нравится? Мне не нравится то, что руки уходят в темень достаточно сильно и слишком низко стоит свет. Я хотел бы его повыше, во-первых, я его ставлю выше, во-вторых, я хотел бы, чтобы его пучок был больше, а, соответственно, больше освещал большую площадь и в итоге мы получили более ровное освещение на модели. Вот, я поэтому отодвигаю его от центра съемки. Сейчас мне тут нужно все эти провода подвинуть. Вот так вот, чуть подальше, вот таким вот образом я отодвигаю. Понятное дело, что давайте посмотрим, он сейчас станет более темным. Чуть ниже подбородочек сделай, пожалуйста. Ага, хорошо. Вот так. Видите, он стал более равномерно освещаться, однако все равно и источник видно. Да, тут этот заяц ловится от источника. Видите, стал темнее, вот, поэтому я делаю плюс ступень. И смотрим, что у нас получается. Так, ну вот у нас уже больше равномерности в освещении. Вот, однако же все-таки нам нужно передвинуть этот источник освещения чуть-чуть вот так вот, вот сюда, чтобы он больше освещал лицо. И вот этот источник освещения тоже вот сюда, вот таким вот образом. Все, теперь смотрим, что у нас получится. Так, слишком, слишком, слишком ярко светит у нас рисующий. Вот, и слишком неконтровой у нас этот самый. Контровой у нас не контровой стал. Чуть поменьше рисующий. И все-таки контровой мы опускаем ниже, где-то вот таким вот образом. Вот так вот. Я его поставлю. И смотрим, что у нас получится. Вот теперь должно получиться. У меня что-то такое субъективное ощущение. Посмотрим, что у нас все-таки сюда. Ага, хорошо. Давайте смотреть. Ну вот, пожалуйста. То есть вот она, та схема цвета, которую мы изначально делали. Так, контровик все-таки слишком сильный, слишком мощный, поэтому я его делаю поменьше. Вот так вот. То есть, видите, в принципе, поставить два источника, достаточно простая задача, чуть-чуть больше сюда. Ага. Ага. Хорошо. Вот. Однако сбалансировать их так, чтобы добиться какой-то задачи, выполнения какой-то задачи, или же, к примеру, ну, отследить все тени и света, и контровые рисующие для того, чтобы получить действительно хороший свет, или тот свет, который хотелось бы, тут приходится бы тратить время. Но при этом всегда важен анализ освещения, и вы всегда смотрите за тем, как, что происходит после каждого изменения. Делайте изменения, анализируйте, делайте изменения, анализируйте. Только таким образом можно получить нормальное освещение. Так, ну что, давай попозируем чуть-чуть. А, мне нужно, чтобы у тебя нос был больше сюда. Угу, да. Хорошо, просто свет стоит таким образом. Ага. Так, попробуй там голову, да, руку там понять, и так далее, то есть подвигаться. Ага. А нос больше в эту сторону. Ага. О-о-о-о. Хорошо. Опусти руку. Угу. Так, смотри на меня. Смотри на меня. Ровно смотри на меня. Ага. Ага. Окей. Давайте смотрим. Так, так, так. Ну вот видите, да, у нас контролирует освещение имеется и хорошо освещенное лицо. Ну вот изначально, вот оно, видите, когда у нас очерчивает контровой свет скулы и челюсть, это смотрится всегда очень хорошо. Вот таким вот образом. Вот, пожалуйста, видите, как симпатично проходит источник освещения по скуле. И вот смотрите, как симпатично проходит в